Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодняшнее видео будет наполовину в логово. Чтобы мне не забывать про вас, показать вязального пока нечего, поэтому решила показать вам немножко нашу прогулку. Беру вас с собой. Ну и в этом видео, конечно же, что-то покажу на вязальную тему. Может быть, закрытие петель крючком, может быть, какой-то узор. Посмотрим. Пока еще не решила, что это будет. А прогулка наша уже началась. Поэтому, кто любит природу, кто любит осень, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы пошли с Лешиком на прогулку. Этот пруд называется Утиный. Сейчас покажу вам. Даже здесь есть камень с надписью пруд Утиный. Вот вы видите. Этот пруд в черте города Москва, недалеко от нашего дома, буквально в 15 минут ходьбы. Ну, мы идем на большое расстояние, километров на 10-15. И будет что-то интересное, конечно же, вам покажу. На этом пруду обычно уточки со своим семейством. Иногда рыбаки, но очень мало. Вот там Лешик меня поджидает. В общем, давайте полюбуемся красотами осени. Я по вам соскучилась. Спасибо вам за ваши комментарии. Мне очень приятно читать, что вы меня ждали, что вы никуда не разбежались, что вам интересно мое творчество и моя жизнь. Так что поехали, посмотрим на прекрасную осень. Пока еще все зеленое, мало деревьев покрылось позолотой. Но это все впереди, посмотрим. Итак, движемся дальше. Дальше мы идем через шоссе энтузиастов. Просто сейчас вот попался этот пруд, и я решила вам его показать. Дальше войдем в Терлецкий лес. Что будет попадаться на пути интересного, я вам обязательно покажу. У Лешика, как всегда, рюкзак. Человек-рюкзак в действии. Мы взяли с собой перекусить, чаек. И, конечно же, покажем вам свой привал. Ну, в общем, оставайтесь, кому интересны такие видео. Вот там солнышко. Солнышко то зайдет, то выйдет. Где-то там в вышине. А вот, кстати, хорошо, что не выключилось, чтобы меньше монтировать. Вот они, наши красавицы, уточки. Вон они, смотри, в этом их сидят. Ну, ты знаешь, на планшете не очень видно, где там они сидят. А вот эти вот очень хорошо видно. Посмотрите, какая голубизна в пруду. Вот они, красавицы, еще не улетели. Кстати, некоторые утки остаются у нас зимовать в Москве. Ой, а там тоже много уточек. В общем, мы очень любим такие прогулки. Ну, вот на камеру мало, что видно. Вот там вот под деревом тоже очень много. А вот здесь их просто тьма. Народ их здесь прикармливает. И ты, посмотрите, посмотрите, сколько их здесь. Ой, какая красота. Давайте немножко полюбуемся, посмотрим и пойдем дальше. Видите, какие кораблики плавают. Свет просто с другой стороны не очень хорошо. Удачная съемка. Сейчас постараюсь поменять ракурс, чтобы вам показать. Вот отсюда, наверное, лучше видно. Ну, правильно, пруд утиный, значит, должны быть уточки. Вот такая она наша природа. Друзья, вы посмотрите, первый раз такое вижу у нас здесь, в Терлецком лесу. То есть почистили лес, распилили поленья и вот так вот их аккуратно сложили. То есть все в дело. Наконец-то народ начал задумываться о бережном отношении к природе. Очень-очень радует такое положение. Посмотрите, как березка играет в солнечном свете. Красота. Сразу представилась какая-то избушка, в которой потрескивают вот эти вот березовые дровишки. И какое-то тепло, какой-то уют прошелся по телу. Очень приятно. Ну, а мы идем дальше. А ты людям говорила, что сейчас войдем в Терлецкий лес. Не пойдем по дороге, пойдем в глушку. Пойдем через лес, да? Вот здесь вот дорога, можно было бы пройти по ней. Но мы все как-то больше любим гулять по натуральному грунту. Конечно, когда позволяет, когда не очень грязно. Сейчас вот такая грязь, ну, ее можно обойти. Пойдем через лес. А вот подновили лес. Видите, высадили молодые сосенки. Вот целая аллейка здесь из этих сосенок. Но не все они прижились. Некоторые погибли. Вот люди отдыхают в тишине. Спят детки на свежем воздухе. Сегодня очень хороший денек солнечный. Ну, смотри, какой симбионс. Дерево с тропинами. Просто класс. Ага. А вот пропавшая практически ель, да? Вот то, о чем я вам говорила, видите? Практически пропала. Ну, естественный отбор. Кто сильнее, тот и выживает. Ну, что, друзья, подходим мы к переходу, который соединяет Терлецкий и Измайловский парки. Сразу можете ощутить разницу города и деревни. Если считать, что лес – это деревня, сейчас мы подходим к шоссе. Я надеюсь, что вы меня услышите, потому что здесь стоит такой гул, мне даже приходится кричать. И вот он, этот переход. Мы переходим через шоссе энтузиастов и попадаем уже в парк Измайловский. Сегодня у нас длинный маршрут. Вот она, эта громадина. В общем, идем дальше. Кстати, здесь есть лифт. Кто на велосипедах, может им воспользоваться, чтобы подняться на второй этаж. Причем он работает, этот лифт. Ну, а мы пешочком потренировать немножко мышцы на ногах. Вот байкер проехал, после которого ничего не слышно. А ведь некоторые люди живут прям вдоль шоссе энтузиастов, на Варшавке, где живут мои дети, где пластиковые пакеты не спасают от шума. Так что, вот вам все прелести города. В кавычках, конечно. Вот оно, это шумное шоссе энтузиастов с другой стороны. Вечером здесь всегда сплошные пробки. Шоссе соединяет угол с Москвой. Ну, а мы идем в тишину и релакс, и свежий воздух. Поворачиваем направо и попадаем в наш любимый лес Измайловский или парк Измайловский. Здесь покой и тишина. Чем дальше мы будем отдаляться от этого шумного шоссе, настроение будет подниматься. Деревья заряжают своим положительным зарядом. Чистый воздух, релакс. Здесь настроение спокойное, мысли в порядке. В общем... Расскажите, что дорога разделена на две части. А, ну да. Здесь дорога, тротуар, вернее, это не дорога, а тротуар. Видите, две полосы. Выделенная полоса для велосипедистов, роллеров, скибордистов. И вот для пешеходов. Ой, как мне нравится вот это вот солнышко, которое играет своими лучиками по деревьям. Очень красивая картина. Подошли мы к такому вот домику. Это царская пасека. Я не знаю, насколько там пасека. Но, походу, здесь проводятся какие-то экскурсии. Видите, экскурсовод не работает. Ну, когда-то, наверное, работал. Там вот находится такой красивый домик с металлической крышей. Ну, в общем-то, не знаю, что там интересного. Никогда там не были. Но часто проходим эту царскую пасеку, так называемую. Сейчас вам сюда вот влево пройду. Покажу красивую клумбу. Народ отдыхает. Бабушки, дедушки. Смотрите, какая красота. Ой, какое буйство. Класс. Какие они бархатные. Смотрите. Радует глаз. Впитываем, наслаждаемся. Скоро зима. Будем смотреть это видео и вспоминать эти теплые денечки. Ну, а мы идем дальше. Вот как-то я вам показывала. Сейчас вот еще чуток пройду. Там классная детская площадка. Мы на ней как-то отдыхали. Находится прямо в лесу. И что удивительно, она достаточно далеко от жилых комплексов. То есть сюда дойтись с ребенком нужно как минимум полчаса-то потратить. И народ все равно ходит, потому что здесь очень тихо, чистый воздух. Вот видите. Детки. Хорошая площадочка. Качельки, скамеечки. Тут сидела на какой-то скамеечке, по-моему, вот на той. Вязала. Видите. То есть она не пустует. Где-то слышала, что радуетесь, что пока воздух еще бесплатный. Звучит, конечно, нереально фантастически. Но, походу, фантастика превращается в реальность. Потому что, если жить вот возле такого шоссе, как шоссе энтузиастовый, остальные шоссе, то там воздух, конечно же, не свежий. Поэтому людям приходится с детками хотя бы на какое-то время прийти и пусть потратить те же полчаса, но подышать действительно свежим воздухом. Народ тут всегда есть. Там, видите, продают горячую кукурузу. Летом мороженое. Причем мы как-то шли, денег наличных с собой не было. И вода закончилась. Мы подошли к этой палатке. А там все продумано. Там можно оплатить с карты, с телефона на номер. То есть положить денежку. С карты на карту. Да, с карты на карту. И водичку нам выдали. Так что вот. Такой холмик. Здесь очень зимой много людей, детей, которые катаются на санках. Народа много сегодня. Молодые и пожилые. Сейчас вот вниз немножко пройдем. Там тоже откроется красивый вид на озеро. Там, возможно, у нас будет привал. Итак, как и обещала, пришли мы на наше любимое место. Вот такой вот пруд. Красный пруд называется. Красный пруд, да. Там волейбольная площадка. За ней беседка. Тоже как-то вам ее показывала. Но мы решили расположиться на скамеечке возле пруда. Сейчас разложимся. Ой, солнышко как раз выходит. Уточки здесь. Прям вообще красота. Класс. Смотрите, как дуб играет в солнечных лучках. Какая красота. Наслаждаемся последними теплыми денечками. Вот они, уточки. Лешик уже расположился. Достает там нашу еду. Чай, фруктики. Ой, а ты мне не говорил, что ты мне, что взял с дубу. Я сказал, штрудель. А я что-то думала, что это вот это, как ее, яблочный штрудель. Помнишь? Вот. Так что сейчас попьем чаек. И пойдем дальше. Ой, как березоньки красиво играют. Вода зеленая. А солнышко то выйдет, то зайдет. Но тепло. Тепло. Я в такой тонкой курточке. Непродуваемой. Не знаю, как сидеть в ней. Но идти даже было жарко. Так что, кто пьет чай. Приятного всем чаепития желаю. Все. Отъедаются уточки на зиму. Летом мы их кормили. И как-то они с неохотой. А сейчас прям дерутся. Кормушечка тут висит. Ну, люди часто кормят. Пока сидели, чай пили. Здесь и дети кормили. С родителями. Вот мужчина. Видите, прям на берег выходят. Ой, какой же сегодня хороший денек. Солнечно. Прям душа радуется. Полпути прошли. Еще немножко. И назад пойдем. Не первый раз в парках наблюдаем вот такие вот тележки. Видите? Настоящий самовар. Вот эта тележка, она такая обычная. Самовар. Видите, тут разные булочки. Плюшки. Самовар дымит. Красота. Водичка. Вот. А в парке Кускова там вообще вот именно такая тележка. Но настолько там висят баранки. Стоят столики. Такие, ну, обычные раскладные столики. Стульчики деревянные. Какие-то плетеные лапти. Настолько уютный антураж. И люди подходят, покупают чай, садятся, чаевничают. Прям красота. Раньше такого не было. Мы не видели таких вот настоящих самоваров с настоящим дымком. Все возвращается на круги своя. Наконец-то как-то осознание приходит, наверное, к людям, что ли, что лучше чайку попить, чем по психолу. Уже листва вот такая пожухлая, видите. Но все равно деревья еще зеленые. Еще нету вот этой золотой осени. еще рано это октябрь. Да. Но в том году вспомни, как деревья быстро пожелтели. Удивительно быстро я вспоминаю. Прям как-то очень рано наступила золотая осень. В этом году немножко по-другому. Вот еще один пруд. Уже не знаю какой по счету. вот они эти шарообразные ивы красивейшие. И здесь еще хочу вам показать вот такую аллейку очень красивых пышных елочек. Именно елочек. Очень красивые. Сейчас вот просто солнышко зашло. Как-то они на видео какие-то не очень зеленые. На солнце играют они прям очень зеленые зеленые. Смотрите сколько их здесь. Там по-моему два дворяда. Смотрите какая красивая аллея. Я помню их высаживали лет может пять-семь назад. Они были маленькие. Вот за эти пять лет прям очень 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 хорошо выросли. Ивки вот эти вот тоже старые старые. Здесь всегда народ всегда. Уточки собачки. Видите какая красота. А зимой как красиво. Представляете когда все это припорошено снегом. Я уже показывала гитлорад по этим москам лазают всегда. Видите они уже отшлифовались уже гладкие от того что все по ним лазают. Сейчас покажу. Видите как отшлифовались чистые и гладкие. Великов сколько. красота. Ну а мы идем дальше. Сейчас будет мосточек. И там еще покажу нашу любимую скамеечку. Мы тоже для себя ее открыли. А сейчас вот уже дойдем до нее. не буду выключаться. А ты про нее говорил что ее перенесли. где она теперь? Сейчас покажу. опять перенесли. Сегодня суббота. Народу много. Ну и погодка хорошая. Тут речушка вытекающая из вот этого пруда. Здесь тоже мы только здесь ели высадили и не все прижились. Видите сколько пропавших. Желтые вот. Ой жалко. Значит мы там не посидим. нет. Я смотрю где нет. Вот сюда вот встали. Ну так ее и здесь нет. А может ее вообще спионерили. все посмотрим. Здесь в стороне от центральной так скажем дороги была скамеечка. Мы здесь любили уединяться. Сядем тишина. Сюда мало кто заходил. Тут тоже молодые ивки высажены. Видите. Нету да? Есть там люди. Ее опять теперь вот туда перенесли в другое место. Ну то есть вот ближе к воде. А вообще к воде да? Ну у нас туда сюда Ну пошли вон на какую-нибудь другую сядем. мы туда вопруду еще прекрасно А вот там есть скамейка. Я поняла почему ты не хочешь. Там еще есть одна скамейка. Мы как-то на нее сели расположились сидим релаксируем. Подходит мужчина подошел и ушел. Потом через пять минут подходит и говорит ребят вы извините у меня здесь встреча. Леша говорит мужик ты вообще в своем имя да говорит за такое они извиняют ты нормальный вообще Короче он правда какой-то немножко пальной был но да мы встали и пошли он сел на скамейку достал бутылку вина из пакета и прямо из горла ему скамейка нужна была у него встреча с прекрасной была да 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 первый раз такое было ну вообще ну всяко бывает ну вот свободная скамейка ну мне как-то тут мы сейчас вот к этому кругу перейдем и вот там при скамейке а ну давай хорошо это мы идем с тобой опять там где эти ивки круглые да 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 ну я тут на вод круга к другому переходим вон они уже вдалеке виднеются эти ивки ой вот еще один пруд представляете сколько в нашем в наших парках прудов вон вода виднеется а я поняла про какую-то скамейку мы там тоже сидели а вот сейчас вам покажу вот эту травку она так пахнет вот эти вот розовые цветочки я не знаю что это но такой аромат от них вот они прям до самых морозов живые ой посмотрите какая красота какая гладь просто прелесть прелестная сейчас задержусь на минутку смотрите как красиво облака и деревья в пруду отражаются там тоже народ отдыхает да везде вот они эти ивки круглые даже не знаю сколько им лет очень старые так клюшик уже убежал к скамейке бежит чтоб не заняли нет свободная скамейка не вижу вода отражается вот вот так вот мы то там то здесь посидим никуда не торопимся там чайку попьем там посидим подышим насладимся и дальше идем и в итоге получается километров 10-15 иди вот сюда а и вот это вот а ну сейчас уже не так интересное вот это а ну да дорожка вот здесь вот граница нет но все равно вот ее видно видите граница между двумя ивами кроны она уже шире стала уже опали листочки вот там хорошо видно да ладно Леша не пойду я уже туда уже хочется прислонить пятую точку посидеть друзья мы немножко почаевничали решили обойти этот пруд по всему периметру показать все прелесть этого пруда посмотрите какие здесь корни народ отдыхает народу много сегодня суббота зашло солнышко немножко стало неуютно вот так вот в Москве то солнце то оно уйдет погода меняется резко лёша лёша ты сказал туда пойдем туда пойдем я же тебе сказал кричу нас ведет нас ведет дед дед лёша гуляет вели да ну хорошо ой трава сочная зеленая вот же солнышко зашло было бы все по-другому если бы это было в солнечных лучах лёша лёша нас ведет к какой-то речушке а поняла поняла сейчас через мосток посмотрим на речушку мы очень давно здесь не были наверное в середине лета сейчас уже прохладно это вы здесь не было а ну да лёшик чаще ходит на большой круг это я симулянтка сижу себе там вижу вот ну хочу сказать вот пока мы сидели я укуталась в плед в общем я замерзла друзья посмотрите у нас целый день лил дождь у меня два назад нет да два дня назад смотрите какие лужи это не речушка это лужи а вот речушка вот она вот он мосток видите речушка это ты нам хотел показать интересно интересно нам все интересно но без солнышка как-то грустно хоть бы не сбили здесь очень много людей на самокатах сейчас лёш лёш назад теперь да назад теперь пойдем это мы пришли сделали крюк это лёшик так решил что вам это будет интересно и он решил вам показать эту речушку вот просто вот такие у нас тут места ну да и теперь мы возвращаемся опять к нашему пруду у меня уже сопли текут из носа пока мы сидели я говорю вроде бы чай пили вроде бы из термоса вроде бы горячий но как-то вы знаете когда сидишь уже холодно или теплее одеваться нужно или что-то покрепче брать вместо чая здесь кормушка висит видите вот ну в общем идем опять назад вот дошли мы до пруда опять мы шли вот оттуда здесь вот за кольцовка и сейчас направо и обойдем этот пруд с другой стороны вот она эта красота солнышко где-то там спряталось в общем как-то как-то без солнышка неуютно ой хорошо что я посмотрела Леша не сюда ты хотел короче я не поняла я не поняла тебя я думала ты пойдешь сюда а сейчас мы не к пасеке выйдем вот так вот если мы пойдем нет вот что значит не поняла ну ладно друзья идем значит сюда и уже включусь наверное в нашем Терлецком парке это вы уже все видели в общем где-нибудь на интересном месте включусь друзья посмотрите какой простор и солнышко вышло вот там он заходит с одной стороны здесь вот дорога по которой мы идем в другую сторону такие просторы такая красота друзья вы такое видели это какие-то грибы грибы ну да но все равно ты посмотри какие у них шляпки какие у них кроны они выросли вот здесь вот на пне уже пень такой весь разложившийся уже практически и пня то нет в центре его просто пустота а вот на ободке выросли вот такие грибы представляете вот она природа друзья вы слышите этот душераздирающий крик мне показалось что кричит котенок я даже сходила вглубь думала но опять кого-то спасать мне повезло это кричит Леша говорит Иволга вот сейчас постою здесь слышите представляете вот такие чудеса природы и вот где она непонятно дорогие друзья заканчивается наш сегодняшний маршрут на сейчас мы прошли 15 тысяч шагов да Лешик 15 тысяч вот еще осталось до дома где-то где-то 2 тысячи до дома да 3 тысячи шагов до дома в итоге получится 18 тысяч шагов спасибо что были в этом путешествии с нами не знаю включусь я еще или нет но обязательно в этом ролике завтра сниму какой-то какой-то отрезок по вязанию чтобы всем было интересно укажу конечно же время этого отрезка скорее всего это будет закрытие петель крючком покажу для начинающих ну а сегодня наш маршрут подходит к концу вот еще один пруд который в парке Терлецкая Дубрава как-то все так немножко грустно какая-то листва на воде ну осень уже по золотой покрываются здесь деревья как-то в лесу это не слишком заметно вот здесь вот я смотрю уже как-то похоже на осень и все таки решила включиться полюбоваться на закат посмотрите на эту красоту все таки солнышко выглянуло вот такой вот закат отражающийся в воде нашего пруда сейчас у нас вот там дом весь в солнечных лучах сейчас у нас еще один привал чаепитие ну и все на сегодня наш маршрут заканчивается что там закат я уже показала я уже сказала очень красиво просто прелесть прелестная ну а мы пойдем вот там скамеечки есть пустые еще попьем чайку и уже пойдем домой наслаждаемся закатом скоро станет совсем темно мы вышли из дома где-то в два часа сейчас девятый час вечера солнышко нас радует своим закатом очень красиво замечайте такие моменты в своей жизни живите здесь и сейчас Лешик уже расстелил плед сейчас будут остатки нашего чая булочка что там у нас еще последний привал и домой вот этот пруд тоже еще ну да я вот сейчас показываю этот пруд кстати почистили он был весь заросший ездила специальная лодка собирала эти водоросли в общем почистили приятно глазу итак друзья мы с вами хорошо прогулялись надеюсь вам понравилась наша прогулка а сейчас поговорим немножко о вязании покажу вам как я закрываю петли крючком покажу именно вот на своем шарфике конечно же потом распущу но покажу этот момент итак что у меня сейчас вяжется а вяжется у меня вот такой шарфик уже как-то я его один раз вязала но этот шарфик благополучно превратился в кардиган трансформер вот я сейчас вам показываю этот шарфик потом я довязала спинку и у меня получился и кардиган и курточка кому интересно я оставлю ссылку где я это все вам показываю на себе как это можно носить как этот как это изделие с легкостью превращается в трансформер но все дело в том что теперь у меня не осталось шарфика но появился вот этот трансформер и остался моточек пряжи это пряжа муза и пряжа Ализе Кид Махер сейчас немножко поговорю о пряже короче я решила использовать эти два моточка и все таки связать шарфик потому что у меня есть шапка которую я тоже самостоятельно сделала сейчас кстати вам ее покажу вот оно это мое чудо кстати видео как я это все делала есть на канале я покупала вот эту вот овчину вязала шапку делала вот этот отворот и с удовольствием проносила ее практически всю прошлую зиму и теперь у меня в связи с тем что я переделала свой шарфик в трансформер у меня не осталось шарфика а шарфик очень нужен идет зима остались ниточки я решила почему бы мне его не связать и теперь посмотрите какой чудесный будет комплект то есть этот шарфик можно будет носить и под шапку и под этот же кардиган я потом когда все будет готово тоже вам продемонстрирую кстати узор подробнейший мастер-класс есть на моем канале кому понравился этот узор посмотрите какой красивый может получиться джемпер свитер на основе вот этого узора сама я этот шарфик смотрела же свой мастер-класс и вязала так что мне мои мастер-классы тоже иногда нужны значит что здесь за пряжи опять же палочка выручалочка магазин бобин предоставлял мне пряжу муза с очень хорошим составом здесь лен и шерсть по-моему да 70% тонкорунная шерсть и 30% лен это вот эта пряжа очень ее рекомендую сложно ее поймать в том же бобине не всегда она бывает но цена качество просто превосходная и вторая пряжа это ализе кидмохер вот она у меня в моточке в общем здесь вот эти вот две пряжи немножко покалывает этот кидмохер поэтому в центральную часть шарфика я вплетала уже другую ниточку похожую по цвету от кидмохер от по-моему или биби или дроп с таким способом я лишила себя лишила своей шеи колкости вернее моя шея теперь не чувствует колкости и все достаточно комфортно когда когда одеваю кардиган то же самое я сделаю и в этом шарфике то есть низ шарфика будет вязаться с более дешевой пряжей вот этот кидмохер если честно я больше не буду покупать вот эту пряжу все-таки предпочтение отдаю более дорогому махеру от дропс биби вот еще я пробовала махер от альпина дженни тоже не колется ну а теперь давайте покажу как я закрываю петли крючком все очень очень просто и легко ну и немножко о следующих планах прочитала вчера ваши комментарии громаднейшее вам спасибо по поводу кардигана аквамарин который я вязала лёшику в подарок мы будем с вами вязать такой же кардиган на этой на базе этих знаний так скажем возможно там будет другой рисунок но принцип база будет одна и та же все сейчас покажу как закрывать петли крючком и так закрытие петель крючком нужно подобрать крючок соответствующий размеру ваших спиц то есть если у меня здесь вот четыре с половиной спицы то конечно же крючок нужен три с половиной три двадцать пять то есть на размер меньше если у вас спицы тройка возьмите крючок два двадцать пять два с половиной итак первую петлю я снимаю дальше у меня идет изнаночная закрываю ее изнаночной смотрите вот таким образом дальше идет лицевая провязываю лицевую и протаскиваю через петлю идет лицевая значит провязываем лицевую и протаскиваем через петлю вот здесь вы тоже можете регулировать когда я закрывала петли в резинке и мне нужно чтобы вот здесь вот резинка не растягивалась я немножко подтягивала то есть затягивала петлю если вам это не нужно если вам нужно более свободное вязание возможно у вас там не резинка но сами понимаете в зависимости от того что вы хотите в результате давайте еще раз вот изнаночная я вяжу восточным методом я провязываю изнаночную за заднюю полупетлю или за заднюю стенку петли и протаскиваем видите как все просто изнаночную я закрываю изнаночной лицевую мы закрываем лицевой вот таким образом лицевая значит лицевую провязываем и протаскиваем через петлю и у вас получается вот такое очень красивое закрытие петель видите конечно оно не эластичное если вам нужна эластичная резинка такой метод не подойдет но по мне вот даже в Лешином кардигане там получилось плотное закрытие петель но мне не нужна там резинка исполняющая функцию резинки так что берите этот способ себе в копилочку пользуйтесь и вяжите с удовольствием ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее такое очень длинное видео где и влог и вязание наверное потому что накопилось наверное потому что я соскучилась по вам на этом я буду заканчивать всех люблю обнимаю и до встречи с вами была Елена Ситникова пока пока